АВАНПОСТ Ключевыми проблемами является интеграция IDM-системы с большим количеством IT-систем заказчика, с другой стороны – это разработка ролевой модели. Поэтому, собственно говоря, продвинутая IDM-система должна предлагать удобные инструменты интеграции и достаточно четкий автоматизированный инструмент разработки ролевой модели. Остальной функционал у большинства систем достаточно схож, и поэтому тут, в общем-то, с этим проблем не возникает. А вот решить проблему быстрого и качественного внедрения предельно важно, потому что в кризис требования к скорости и возврату инвестиций возрастают многократно. Пока уровень проникновения IDM-ов в российские организации настолько мал по сравнению с теми же самыми западными странами, где проценты их использования в разы больше, чем у нас, и поэтому потенциал для роста у нас очень существенный. Никакие заказчики не хотят стандарта, все хотят каких-то особенностей, и как раз то решение, которое обладает именно гибкостью и гибкостью к тем бизнес-процессам, которые приняты у заказчика, это решение будет им принято. Потому что стандартная вещь – умеет делать все, а заказчик – цена на то, что именно отличает их бизнес от бизнеса от других. Мы делали проект в банке, и одна из сложностей в этом банке была то, что сотрудники кредитных отделов, которые работают с людьми, они получали доступ к расширенным результатам скоринга, и на основании этого они советовали заемщикам, как правильнее заполнить анкету, чтобы кредит выдавался не тем, кто соответствует этим параметрам, а тем людям, которые понравились кредитным консультантам. Соответственно, кредитные консультанты выполнялись в свои планы, а банк внес убытки. Внедрив это решение на основе ролевой модели ADM, мы построили систему, которая исключает возможность назначения таких вот прав просмотра тем людям, которым это по их бизнес-задачам знать не положено. Но IDM-решения способны играть и еще большую роль в обеспечении информационной безопасности организации. Интеграция IDM-системы с Security Operation Center, или SOC, позволит использовать поступающие из нее сведения для оперативного предотвращения вторжений в системы компании. Одна из ключевых функций IDM-системы – это аудит прав доступа сотрудников. Соответственно, информация об тех или иных изменениях, возможно, и несанкционированных, с точки зрения прав доступа, является той самой важной информацией для оператора или инженера, офицера безопасности в Security Operation Center, которую он может быстро панализировать и понять, является ли это какой-то случайной ошибкой, или это попытка какого-то злонамеренного получения доступа к важной информации в обход стандартной процедуры доступа. Например, если человек не вошел на работу в периметрах предприятия, то, может быть, ему нельзя давать доступ к системам, с которыми он работает, или чтобы из-под его учетных записей не работал другой сотрудник. Соответственно, в рамках СОКа, когда уже оператор сидит за панелью управления, события информационной безопасности, он может коррелировать события изменения учетных записей и наличия человека в периметре. Потому что в автоматическом режиме это сделать нельзя, потому что очень много исключений. А здесь, когда реальный человек это отслеживает, это принесло большую пользу. Проблема в том, что, во-первых, нужно организовать круглосуточное дежурство, плюс будут это IT-специалисты или специалисты службы безопасности, и, опять же, нужно ли на это выделять внутренних сотрудников, или, может быть, проще отдавать на аутсорс. То есть вот эти вопросы как раз надо решать перед тем, как задумываться над построением СОКа. Более подробно эти вопросы и ряд других интересных тем, связанных с оперативным контролем за информационной безопасностью, будут подробно рассмотрены на СОК-форум, который состоится в Москве 11 ноября 2015 года в инфопространстве. Участие примут представители регуляторов крупного бизнеса, а также известные эксперты в области информационной безопасности. К участию в СОК-форум приглашаются все специалисты отрасли, которым есть что сказать. Приходите, будет интересно! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова